Больше всего удивляет поведение мирного населения. Почему оно не покидает Артемовск? Для решения остаться могут быть разные причины. Некоторые старые люди говорили вроде бы, мы не имеем возможности уехать, мы лучше останемся дома. Но вот что мы услышали сами, когда вместе с командой немецких корреспондентов прибыли туда наблюдать за эвакуацией. Были люди, которые говорили, а мы не хотим уезжать, мы ждем, что русские освободят город. Они говорят, что получили информацию из Мариуполя, будто этот город восстанавливают, и он скоро будет представлять собой цветущий ландшафт. Эти мирные жители говорили, там у людей появились деньги, им выдают еду, русские нас не бросят, они о нас позаботятся. Вот мы и ждем, когда нас освободят, чтобы и о нас позаботились. Вот так нам говорили. Не надо забывать одну горькую правду. Многие люди в Восточной Украине настроены пророссийски. Они сотрудничают с российскими властями и рассчитывают, что под российским контролем их жизнь будет лучше. Местные мало получают информации с украинской стороны, больше верят россиянам. Я им старался объяснить, Мариуполь полностью уничтожена, русские вам врут. Ну да, там есть какая-то инфраструктура, какие-то люди, даже мирные, там в Мариуполе остались. Но я повторял им, что цветущие ландшафты, о которых они мечтают, просто не существуют.